Всем привет дорогие друзья! С Мясного Зарбабая мы продолжаем проходить игру GrimGrad. Итак у нас сказ пятый Сварог бог кузнец. После полуденной еще высокое солнце греет зеленый лук. В траве будто скачут желтые отцветы, а у жертвенников не души. Люди еще не закончили свои работы в полях. На ветру парят тонкие искры и ячую в воздухе чат. На плечо кумира живы садится кукушка и держит в клюве горящую бересту. Среди мирного дня это страшная весть приближения армии Чернобога и ближних пожаров. От бересты занялись пламенем самые высокие кумиры, построенные первыми на холме и я вижу в огне очерченные алым орелом фигуры живы и дождь бога. Живо. Это богатое селение слишком заметно для нападения, а сохранить мир может только Сварог, который этот мир создал. Он суть, сама душа мирового огня и может лишить Чернобога жертвенного оружия. Дождь бог протягивает мне руку, сложенную горстью. В свечении появляется необычно крупный золотой желуд. Собери своих ближайших помощников и найди излучину реки, где мыс смотрит строго на восток. Только в этом месте может вырасти дуб из семени мирового древа. Пока семя живы, ты должен посетить это семя и встретиться со Сварогом под сеней мирового древа. Немедленно. После нескольких дней пути я со спутниками нашел излучину с острым мысом. Закатное солнце блеснуло на воде рыжим бликом и в яркой вспышке возникся Маргл. И сообщил, что если тут оставить семя, это лучшее для него место. Я начал копать ямку под желудь, но сколько бы он не примерял, ямка всегда оказывалась мала. Сначала семя становилось размером с яблоко, потом с капустный качан. Сородичи помогали мне в работе, но только ближе к темноте мы сдюжили закопать желудь, который уже вырос до размеров крупного валуна. С тяжестью поместили его в яму, присыпали землей и повалились без сил спать там же, где работали. Сейчас, проснувшись раньше всех еще до рассвета, я вижу чудесное преображение места за эту ночь. Исполинское дерево шумит широкими листьями на недосягаемой высоте, а корни его многопалой птичьей лапы погрязли в белых прибрежных камнях. Дерево излучает золотой свет и слышится смех сидящего на одном из камней сварога. Здравствуй, Лель. Большая работа может быть создана только большими силами рода, а раз ищешь защиты для своей семьи, то возведи здесь, в окрестностях мирового древа, общее капище. Быть тут великому граду, что объединит все кланы у алтаря всех богов. Вот и конец нашего пути. Исход близок, и все должны внести свой вклад ради светлого будущего. Постарайся же, молодой Лель, и доведи дело до конца. Многое нам предстоит. Здесь отличное место для большого поселения. Заложи тут свой град и пусть процветает он. Окей, построить большое поселение. Нам нужна лесопилка, три склада, пекарня и население 80. А зачем мне три склада? Вопрос сразу интересный. Так, ну давайте сначала по ресурсам. Во-первых, что у нас тут есть? Камень находится здесь, находится вот здесь. Возможно, смогу как-то пересекать... Нет, я, наверное, не смогу здесь ничего пересекать. Вот это вся моя территория, которая тут мне доступна. Хорошо. Камень понятно. Где железо? Железо здесь и железо вот здесь. Здесь, получается, у нас будет вода и поля, потому что здесь явно не очень хорошо будет землей. Плодородие, конечно, здесь есть, но из-за того, что здесь нет воды, здесь будет все равно где-то 45 процентов, 50 максимум. То есть самое лучшее это будет получаться вот здесь. То есть у нас с вами с этой стороны будут производственные здания. Либо мы камень и железо будем добывать вот здесь. Склады, соответственно, будут все это дело таскаться сюда. А вот уже отсюда у нас будут находиться жилые дома. Я буду опять-таки, получается, разбивать по кварталам. Ну, по крайней мере, стараться, потому что тут не очень много получается доступной территории с водой. Надо подумать, опять-таки. Немножко неудобно. Вот если бы здесь не было железа и камня, то прям было бы хорошо. Прямо бы просто бы здесь, наверное, где-то построил. Хотя, опять-таки, я тогда бы удалил плодородные земли. Да. А давайте вот как сделаем. Не, не получится. Я думал здесь поставить начальную позицию, но тоже не выйдет. Так, палатка, палатка, палатка. Тут уже никак нельзя, да? А, нам нужно еще же, получается, будут глиняные ямы, блин. Видите, здесь уже, получается, строить я не могу. Вот, вот самое противное, блин. Мне надо будет, получается, здесь ставить плодородные земли, а мне нужны, получается, еще будет глина. Я тут, получается, все застрою. И плодородная земля, которая здесь считается плодородной, в итоге она будет не плодородной нифига. Ладно, давайте ставить вот здесь вот тогда. Дороги. Давайте пока на паузу. Где-то вот так вот сделаем. Так, сколько у нас, получается, занимает место поселенца? Ну, вот так, в принципе, будет нормально. А, нормально. А дорога-то тут не пройдет, у меня, получается. Да, у меня тут будет камень мешать. Блин, как же это мешается. Этот ресурс прям реально вообще не в тему. Ну, у меня бы так все хорошо было бы, я бы тут дома бы строил бы. А в итоге ничего не влазит. Ладно, если я построю... То есть, самое лучшее это, получается, может быть, как-то вот только поставить дома. Давайте начнем сверху. А там дальше посмотрим. То есть, вот у меня есть дом. Так. Я сразу, наверное, здесь поставлю пост. Запрещающих всем, кроме сборщика налогов. А, не поменяли, даже здесь уже значки. Здесь теперь крестики стоят. А то были галочки. Так. Нам, получается, нужен будет сейчас колодец. Эх, жалко, он сюда не вписывается. Прям хорошо бы сюда вписался бы, да, колодец? Ну, давайте, пусть будет здесь стоять. Так. Так, нам нужна, получается, будет лесопилка. Так, здесь не подойдет, да? Ага. Вообще, получается, далеко у меня до леса этого. До лесоруба. Хотя, какая разница, да? Ну, и будет здесь стоять у меня лесоруб. Будет таскать на склад туда, какая разница. Так же, как и дом охотника. Так, если дорога у нас с вами пойдет вот здесь вот. То гусь стоит вот здесь. Это дело. Так, лесопилка у меня... А, лесопилка, подожди, это дом лесоруба. Мне нужна лесопилка. Склад, пекарни, население. Так, нам, получается, нужен будет еще здесь цирюльник. Так, ну давайте, наверное, поставим вот здесь вот этого цирюльника. Не, подожди. Опять-таки, непонятно, где у него тут вход-выход. Так, нам пока там никто не нужен. Нам нужна рыба. Давай сюда. Угу. А вот об этом я не подумал, что здесь у нас дорога не проходит. У нас дорога проходит только вот здесь вот идеально. Тогда вот эта дорога мне не нужна. В принципе, как и это. С этой стороны все возьму. Так, и получается, нужно будет зерновое поле еще, да? Так, вот эффективность прям хорошая. Ну, давайте, самое лучшее получится 98. Так, 97, да? Так, 99 вообще? Серьезно? Ну, наверное, оставить 97, 98, 99. Ну, давайте пока одно поле поставим вот сюда. Так, мне теперь нужны, получается, дома. Дома. У нас пока еще нет выгребной ямы ни одной. Ну, давайте я поставлю вот так вот. А, все, кончились, да? У меня закончились доски. Да. Ну, пока запускаем. Ну, работников прям много надо будет, да? Но первым делом, конечно, сюда. Первым делом сюда. Нам нужно будет, получается, здесь еще будет пожарник. Так, а рабочие все ушли, получается. Не, нам нужно сначала дерево. Сначала нужно дерево. Чтобы я смог построить еще один домик. Получается, в каждом по 5 у нас домики пока, да, жителей. А нам, получается, сюда требуется 3. А здесь 4, это уже 7. Сюда 2, это 9. И еще 2, это 11. То есть, ну, по крайней мере, хотя бы надо поставить еще 2 домика. Это 100%. Но у нас пока не хватает дерева. Но дерево вроде как тащат. Не знаю, как уж мне получится разбить на кварталы. Ну, посмотрим, какого расстояния. Ну, сколько здесь? Ну, одна прямая дорога, да? Домов, в принципе, здесь прям хорошо вылезет. Штук 10 точно. Хотя они опять-таки не факт. Сюда надо еще базар ставить и пожарника. Так, это у нас кто? Цирюльник ходит? Да, цирюльник ходит здесь. Хорошо. Осталось пожарника поставить вот это сюда. Рынок поставить. И, в принципе, тогда на этом все. Так, дерево появилось. Ставим, получается, еще одну палатку. Так, ну, давайте, наверное, вот так вот поставим. Так, у нас пока по работе все плохо. По продовольству все плохо. Пожарю все плохо, да? Так. Так, отлично. Убираем здесь. Еще пять у меня, да? Отлично. По работе плюс один. Так, ну что, у нас получилось есть продовольствие. Есть этот. Осталось только поставить это в выгребные ямы. Прям очень сильно нужно. Домик появился. Отлично. Так, выгребные ямы с вами будут находиться вот здесь вот. Одна. Здесь будет находиться вторая. Так, это мы с вами, получается, будем ставить еще здесь. Пост дружины, чтобы этот с ямы никуда не уходил. Минус двенадцать. А что минус? Что-то прям большие минус работы вроде хватает. А, у меня появились жители, да? Так, пост дружины пошел сюда. Кроме сборщика налогов. Отлично. Дальше пойдем с вами в выгребная яма. Здесь пока все более-менее нормально. Надо будет в домах начал убирать. Поэтому пойдет начало в домах. Колодец есть, стирильник есть. Получается, нам осталось только сейчас поставить это две выгребные ямы. Базар. И... Этого. Пожарный пункт. Все. И будет все хорошо. Да, я понимаю, что угроза. Угроза есть. Но пока не тащат дерево. Можно, конечно, получается поставить склад. Но что-то как-то вообще не до него абсолютно. Мне нужен каменщик. Так, мне нужно дерево. Отлично, спасибо. Дерево появилось. Первым делом выгребную яму ставим с этой стороны. Я уж не знаю, где там, получается, у нас будет дорога. Вернее, где у него там вход-выход. Так, и... По идее, нам с вами нужен, получается, еще один пункт, чтобы они сюда не уходили никуда. Вот она как раз сейчас может выйти, а мне нужен сейчас пост. А я не могу, потому что у меня нет дерева. Блин. А, ну, она не решила туда идти, кстати. Она развернулась раньше. Это хорошо. Это хорошо. Так, тут пока еще терпимо. Тут еще пока терпимо. Тут все плохо. Так, не хватает еды. И... Все, пошла дальше. Все, пошла дальше. Теперь, получается, мне надо будет сейчас дождаться дерева, чтобы поставить пост дружины. Но дождаться, когда они вернутся назад. Очень долго таскать, конечно, дерево. Я могу поставить, конечно, склад. Может быть, я потом туда его поставлю, когда будут у нас с вами... Так, отлично, есть пост дружины. Когда с вами поставим там несколько хижин. Возможно, там поставим с вами лесопилку. И тогда... Склад, в принципе, там будет актуален. То есть, дерево... Так, сборщик налоговый здесь не нужен. Мне нужен сборщик нечистот. Все. Так, с этим вопрос решен. Теперь, получается, надо будет вопрос решить здесь. Еще один сборщик нечистот нам с вами нужен. Опять-таки, дерево. На склад... Где у нас тут получается склад? Требуется 10 дерева. 10 дерева это очень много. Это очень много. Пока у нас с вами пусть копится рыба. Мы сначала, так сказать, разберемся с... Со всеми требованиями для того, чтобы здания у нас не разрушались. То есть, еще одна выгребная яма пойдет. Да ладно, прямо здесь можно поставить. Там просто, я думаю, что дороги не хватит. Так, с этим вопрос решен. Теперь давайте по поводу пожарника, да? Хотя, по идее, нам сейчас пожарник здесь не нужен. Нам нужен, получается, здесь сейчас с вами рынок. Базар. Пять дерева. Возможно, пост пожарника мы с вами поставим вот сюда вот. Блин, 10 дерева требуется. Офигеть. Да, им просто не приносит продовольствия из-за того, что у нас с вами нет базара. Либо базар поставлю сюда. Если этот у нас пожарник будет такого же примерно размера здания, я просто не помню, по-моему, такого же размера, то с этой стороны будет там какое-то развлечение с вами будет. Так, базар. Видите, у базара непонятно, где у него там вход, выход. Вот, поэтому если поставлю здесь, он может быть выходить с этой стороны, с этой стороны поста. А мне неудобно это делать, поэтому пусть будет здесь стоит. Так, нет, подожди, это прям... Возможно, есть какой-то нормалит. А, блин. Забываю все время, что не возвращаются обратно ресурсы. Это так вот непривычно. Вроде снес, по идее, ты должны хотя бы хоть какие-то, ну хотя бы половина вернуться. Ты что-то снес. Что-то же можно использовать еще раз, но нет. Из-за того, что далекий путь до склада, до основного, да, поэтому все это дело очень медленно происходит. То есть я, в принципе, деревья, может быть, и раньше бы смог накопить. Но вот когда склад построю здесь, тогда будет деревья у нас быстрее копиться. Так, а мне требуется как раз два рабочих. А, ну тут, смотри, тут написано 4 палатки, а у меня-то выходит 3. Я понятия не имею, с какой стороны правильно поставлю. Опять неправильно поставил. Ну ладно, фиг бы с ним. Пусть стоит как стоит. Тут просто там 4 нарисовано, а здесь 3 в итоге строится. Его же, по-моему, нельзя никак улучшать. Нет, нельзя. Ну все, по идее, все нормально. У меня рабочих полно. Ну, сейчас, получается, им принесут еду и домик у нас с вами улучшится. Соответственно, будет больше рабочих. А больших, это, получается, мне сейчас надо будет поставить каменщика. Ну, либо дома этого охотника. Хижина охотника. Да, по-любому, только хижина охотника, потому что нужны шкуры. А у нас пока шкур его нет вообще. Здесь, кстати, нигде не написано, чтобы прямо возле этого леса был. Так что могу, по идее, поставить их прямо вот здесь, вот с этой стороны. Так, ну и... Принесут ли им сюда рыбу? Вроде тащат. Десять рыбы. Так, рыба есть. Так, это у нас продавец как раз пошел раздавать. Прием заказов. Заказы попринимал. Идет на базар. Ну, вот только, получается, только рыба есть пока в наличии. Все равно таскает, получается, пока рыбу. Так, есть первые дома. Отлично. Так, все хорошо. В принципе, все устраивает. На восьмерку. Главное только, чтобы были жители. Бегут. Бегут рабочие. Прям хорошо. Новая рабочая сила. Так, пошел минус, потому что работы у нас не хватает на всех. Ну, тогда с вами копим на пожарный пункт, потому что тут прям аж требуется пять рабочих. Тем более, здесь у нас уже появился, да, угроза пожара. Поэтому сегодня нужно десять дерева. Склад. Тоже, в принципе, десять дерева. Можно поставить, наверное, его сюда. А что, пусть таскают дерево сюда. Чтоб далеко не ходили. А дальше я буду ставить в эту сторону, да и все. Ну, наверное, первым делом лучше пожарника поставить. Пока у нас дома тут не сгорелись. А то все будет еще хуже. Зерна рыбы пока хватает. Так, требуется дерево, требуется еда. Вроде как все это есть. Так, пожарный. Так, пожарный. О! Отлично. Пожарник есть. Все, получается, мы с вами будем сейчас копить на склад. Будем ставить его с этой стороны. Чтобы они дерево быстрее копили. А то пока они сюда притащат, это очень долго происходит. Шкуру все равно, получается, тащат сюда. Так. Так, ну, охотник все равно, получается, ходит отсюда, с этого леса. Но они таскать будут, получается, отсюда сюда. Поэтому... Где он там будет ходить, без разницы. Но чтобы здания были ближе к складу. 60 единиц в день. А я произвожу сколько? Без понятия, опять-таки, сейчас связано с водой. Покатывать копить на склад. Так, склад есть, отлично. Я поставлю, наверное, с этой стороны. Склад есть. Теперь они будут дерево таскать сюда. Теперь мне, по идее, можно поставить сюда как раз лесопилочку. И поставить еще один запрещающий пост сюда, чтобы пожарник у меня ходил к лесопилке, но не уходил дальше нее. Это будет, наверное, хороший вариант. По идее, сейчас дерево должно копиться быстрее. Да. Они прямо таскают сюда. Рыбу теперь почему-то решили таскать тоже сюда. Это не очень удобно. Надо будет поставить сейчас сюда еще один склад. Сто процентов. А то что-то как-то неудобно сделано. Дерево все ушло у нас куда-то, да? Классно. Ну, дерево забирают, наверное, все-таки в дома. Уже есть дом каменщика. Все прекрасно. Но мне сначала нужен склад еще один. Чтобы рыбу таскали все-таки ближе сюда. Так, склад есть. Да, блин. Ну, буквально доля секунды. Вот, в принципе, есть дерево. Все, нет дерева больше. Ха-ха-ха. А нету больше дерева. Ты смотри, как он у нас получается быстро забирает. Надо на паузу поставить. Когда появится 10 дерева, поставь на паузу. Лесоруб нашел в чаще брошенную хижину отшельников, в которой давно никто не появлялся. Бревна хорошо сохранились, а разобрать ее будет несложно. Хорошо. Так, на паузу сразу поставил. Склад поставил. Все, отлично. Так, дорогу, получается, сюда тоже провели. Замечательно. Так, все хорошо. Что нам требуется дальше? Нам нужно, получается, еще один склад. Нам нужна будет лесопилка. Нам нужны камни. То есть, сначала нам, получается, нужен дом каменщика. У меня не хватает только чисто дерева, да? А на дом каменщика, там, по-моему, требуется еще на своем цирюльник, если ничего не путаю. Если что, можно будет дом каменщика сюда поставить. Склад поставим здесь. Какая разница? Откуда там его будут забирать, этот камень? Так, паузу сразу поставили. А, ну, в принципе, я могу поставить здесь два. Даже могу с этой стороны поставить еще одного каменщика, а что бы нет. Давайте пока... Не, подожди. Каменщик требуется цирюльник, да? В принципе, рабочий у меня есть четыре. Если что, поставлю еще один домик. Да, давай каменщика пока одного сюда поставим. А, здесь... Подожди, а на каменщика не нужно цирюльника? А, не, не нужно. А кто что-то нужен был? На железо нужен был? Ну, лесопилка, понятно, это я знаю, что требуется этот... Пожарник. Ну, окей. По-любому нам нужна сейчас будет лесопилка, как раз по заданию. Сколько у нас жителей? 36. Маловато, конечно. Да, дерево прям очень быстро уходит. Наверное, надо бы поставить еще одного лесопилка. Лесоруба. Потому что что-то как-то на дома не хватает, да, у нас? Так, подожди, пауза. Лесопилочка. Лесопилка-то, конечно, хорошо, а хватит ли мне потом на дом... Наверное, на пост дружины. Так, 8 и 3 на пост может не хватить, кстати. Ну, давай я поставлю вот здесь вот, получается. Так. Мне нужен, получается, еще один дом. Людей не хватает. Дерево нет вообще. Рыба пока и пшено копится-то хорошо, зерно вернее. Но как только поставится пекарня, возможно, будет не хватать рыбы. Ну, будем ее здесь, получается, вылавливать. А глиняный, получается, будем ставить, наверное, где-то вот с этой стороны. Ну, просто это, получается, идеальный вариант. И склад как раз будет здесь. И там, в принципе, еще один камень будет. Единственное, что дорогу, получается, тащить чуть-чуть недалеко. Это пока единственный минус. Да, на дерева-то не хватает. Если еще будет ли спилка работать, то это реально, да, все плохо. А она, кстати, уже работает. И мне не хватает, да? Тогда пока на паузу. Мне нужно копить самому сейчас дерево, чтобы построить еще два домика. Поставить еще там, получается, лесоруба. По-любому нужно еще один домик. Ждем. Можно, в принципе, поставить еще один. У меня рабочих-то все равно потребуется очень много. Как минимум, сейчас это, получается, в дом лесоруба поставить. Так, давай, получается, ставлю еще один дом лесоруба. Чтобы копилось деревом. И, наверное, пока все, да? 45. Да, мне столько, получается, нет рабочих мест. Мест. Хотя нет, уже, в принципе, все осталось. Четыре рабочих. Четыре всего лишь рабочих. Так, пекарня нам требуется. Нам для того, чтобы получить здесь дома, требуется привлекательность. И дорогая еда. Это мясо, либо, как раз, ну, в принципе, не либо, а и то, и то требуется, вообще-то, по идее. Свинарник. А, нужна как раз таки глина. Требуется восемь дерева. Ну, вот, как раз сейчас будем продумывать по поводу того, чтобы поставить, во-первых, еще один склад. То есть, я, конечно, выведу дорогу сюда. По-любому. Но я не могу никак накопить дерево. Вроде у меня уже две хижины. А, подожди, стоп. Мне же сейчас надо будет еще поставить этого. Пост. Давай пока на паузу. Сюда мы с вами никого не пускаем. Сюда, получается, пропускаем еще пожарника. Чтобы он ходил сюда и здесь угрозу убирал. Ну, как раз, в принципе, пока еще даже не устал. В принципе, его маршрута как раз хватает. Да, прекрасно. Ну, в принципе, пусть так оно и будет. Единственное, что, опять-таки, у меня не купится дерево. То есть, надо поставить еще одного лесоруба. Потому что оно реально не копится. Вот так будем ставить, если что, лесорубов. И нам нужно еще один домик накопить. Дальше на своем пойдут это хрюшки. Потому что... Сюда как раз нормально что-то дело влезет. Но после еще одного домика, конечно же. Теперь свиньи. У нас не хват... А, не свиньи. У нас сначала, получается, пойдут это... Этот... Глиняная яма. Да. По крайней мере, хотя бы пока одна. Но нужна. Восемь дерева требуется. Тут уже не хватает еды. А, все, отлично. Хватает все. Так, есть. Отлично. Ставим, получается, глиняную яму. Блин, вот почему нельзя вот так вот поставить, а? Ну, какая разница? Сама же глиняная яма находится возле воды. Просто, ну, сколько здесь поставлю максимум? Одну, получается, да? Смысла нет никакого ставить. А тут тоже не поставишь. И тут не поставишь. Блин, здесь две тоже не влезут. А если одно вот так... Блин, две не влезет. Ну, что за бред? Как же сделано отвратительно. Ну, серьезно. Ну, можно же было поставить-то нормально. Пипец. Вот это отстой. Ну, давай хотя бы, может быть, так поставим, что ли. Хотя бы одну. Не очень, конечно, удобно сделано в этом плане. Это просто камень, получается. Я не могу его снести. Почему нельзя убрать камни? У нас это, главное, не добыча камня, да? Не железо. Абсолютно все мимо получается у нас. Смена погоды. Скорость потребления еды упала. Но созревание зерно упало. Скорость расхода воды увеличилась. Пожароопасность увеличилась. Один день, да? Так, милость богов, кстати, у нас пока что. Пока нейтрально. Ну, склад я буду все равно ставить где-то здесь, потому что здесь у нас с вами будет железо добываться. Хотя, в принципе, железо можно здесь добывать, еще бы нет. Но все равно-то, скац, получается, склад. Не понял. А, я снес, что ли? Вот я молодец. Я думаю, я дорогу провожу. Давайте поставим, получается, склад здесь, с этой стороны. Потому что глиняная яма будет уходить в эту сторону. И склад нам с вами нужен будет вот здесь вот. Я как раз, в принципе, могу его поставить. Не понял. О, спасибо. Все, пусть они, получается, таскают глину вот сюда вот. Это ближе будет всего. Все, нам теперь, получается, нужен этот свернарник. Что у нас там с рабочими? Как раз шесть штучек. Отлично. Ставим, получается, сюда. И нам требуется цирюльник. Как ни крути, а для этого требуются еще одни рабочие, да? Ну, попробуем тогда поставить еще один домик. Так, можно уже, получается, улучшить. Улучшаем. Так, улучшить-то мы улучшили, но мне надо, чтобы мой цирюльник не ходил вот здесь, а сразу пошел сюда к налоге собирать. Поэтому мне нужно будет, получается, поставить здесь пост и здесь запрещающий пост. Так, а есть у меня этот дерево? Так, здесь только этот сборщик. Нет, сборщик нечистот проходит. Тут у нас сборщик налогов проходит. Все прекрасно. Мне сейчас нужно будет, получается, цирюльник срочным. Так, ну, в принципе, нормально, что пусть будет здесь стоить цирюльник. Так, ну что, мясо пошло копиться. Хорошо. Нам требуется, получается, поставить еще пекарню. Давайте смотреть по поводу производства, продовольствия. Пекарня. Требуется шесть камней, только всего лишь. А, и нам нужно, получается, будет пожарник еще, да? Пожарник. Как раз шесть народу, да? Офигеть. У меня сборщик налогов входит не здесь. Так, чувачок, ну ты вообще пошел не в тему, если честно. Так, где тут логистика? Мне, получается, нужно будет ему запретить сюда ходить. И сюда ходить. А также, получается... Блин, как лучше поставить там? Сюда, получается, здесь у нас проходит не водонос, а цирюльник и сборщик нечистот. Я так и знал, что он поедет с этой стороны, блин. А почему ты появился с этой стороны? Скажи, пожалуйста. Вот вообще никак не в тему, серьезно. Давай пересмотрим его вариант дороги, чтобы он здесь вообще не выходил тогда. То есть он сейчас исчезнет, и я здесь это все дело сломаю. И дорогу вот так вот поставлю. Пипец, он теперь тут будет ходить. Блин, они еще... Ты что-то скажешь, кстати, скажи, пожалуйста. Из дома каменщик оттаскать сюда на склад. А этот склад, получается, не задействован, что ли, никак? Странно. Так, ну смотри, во-первых, давай тогда дорогу поставлю здесь. Дальше, логистикам. Здесь всем запретить. Здесь. Ну, сначала, наверное, провести дорогу, да? Лучшим вариантом. Так. Ну, он сейчас, по-любому, туда вернется, так что не страшно. Так, давай дорогу вот так вот лучше проведем, а эту я снесу. Но все равно они таскают, получается, на этот склад. Этот же ближе, друзья. Этот склад ближе. Каменщик ушел в камень. Каменщик ушел в камень. Так, мне сейчас надо, получается, что? С едой разобраться сначала. Нам требуется пекарня. У меня, в принципе, все есть. На пекарню требуется сборщик частот и пожарник. Так, ты кто? Охотник охотится. Пусть охотится. Так, а у нас нет рыбы. Рыба вся ушла. Так, ну, по идее, мне нужно, получается, еще один домик. Не хватает. Да, еда есть. Отлично. Теперь, получается, нужно только улучшить привлекательность. И у нас дома улучшатся. Еще будут больше. Но мне сейчас требуется рыболов. Так, если поставлю я вот так. Не хватает только дороги чисто. Есть дорога. Так, 72 у меня жилых места. До 80 не хватает. Да, у нас с ней копится рыба. В принципе, получается, уже можно ставить кумиров. Хотя бы кумир живо поставить. Чтобы была привлекательность. Можно прям поставить его сюда. Зерна у нас хватает, в принципе. Сюда, получается, привлекательность с вами не дошла, да? Теперь им требуется, получается, шмотки. А про шмотки у нас вообще разговор не шел. 72 поселенца. С ростом поселения растут и потребности жителей. С благословением живы будет проще накопить провиант. Возведи ее кумиры вокруг жилищ. Славь богине плодородия. А благосклонность нужно будет заслужить. Ну, в принципе, можно поставить, получается, сюда еще живу, да? Как раз сюда, по идее, влезает. Надо будет только полчаса дорогу провести, но это не проблема. О, отлично. Так, и у нас что? Что? Чисто только проблема с работой, да, у нас? Только проблема с работой. Так, но этим своим вопросом займемся, ребята, уже в следующей серии. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Зен. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.